Конфликты на НПЗ продолжаются. Несколько дней сотрудников завода не пускали на работу. Неизвестные заварили ворота и закрыли все въезды. Из-за таких действий предприятие может остановиться. Это значит, местный поселок останется без отопления. Чего вы заварите ворота? Отстаньте от меня. А кто вам дал задание? Начальство. Какой? Фамилия? Это второй контрольно-пропускной пункт Одесского НПЗ. Основной пожарный въезд аварийно-спасательной техники. Неизвестные заварили его и закрыли на замок. Вот какие тросы, какие замки. Вот приехала скорая сегодня утром, да? А они говорят, у нас ключей нет. То есть человеку плохо, человек может, не дай бог, умереть. Вот раз. Вот заварено. И вот заварено. Два. Ворота не открывали. Вот эти охранники. Говорят, у них нет ключей. Вы кто такой? Я юрист. Павел Одесский НПЗ. А какое отношение вы ко мне имеете? Вам? Никакого. И вас зовут для меня никак. У меня есть свое руководство. И все. Я понял. И что вам руководство приказало? Ничего не приказало. Я охраняю объекты. То, что сейчас происходит на Одесском НПЗ, это очень хитрая форма такого рейдерства в рамках уголовного производства. Несколько дней подряд сотрудники энергии и газ Украина не могли нормально работать. Одних не пускали на рабочие места, другим затягивали смену до 30 часов. Во всем винят Укртранснефтепродукт. Неизвестные люди в камуфляже без обознавательных знаков закрыли двери второй проходной, и мы не попали на свою работу. Соответственно, люди, которые отработали 24 рабочую смену, не смогли вернуться домой к себе. Их незаконно удерживало неустановленное вооруженное формирование, которое мы не знаем, они не представляются, договора они нам не показывают. Они ходят без знаков различия, в черной форме. По мнению руководства энергии и газ Украина, такие действия могут остановить работу предприятия. А это приведет к срыву отопительного сезона в местном поселке. Живем здесь всю жизнь. Всю жизнь мы обслуживаемся от этого энергоблока. Никаких у нас жалоб на них никогда не было. Мы всегда были в тепле. Сейчас энергоблок готовый к работе, но он кому-то понадобился. И не дают людям работать. Сегодня в 8 утра людей на работу запустили без препятствий. У нас теперь свое КПП. Заходим по пропускам, отстояли смены, выходим по пропускам без всяких проблем. Пока предприятия работают в прежнем режиме, но местные жители предупреждают. Если через две недели не будет отопления, перекроют Киевскую трассу.